Добрый вечер, дорогие зрители! Когда придумал тему беседы и приглашал всех к большому разговору. Пришло время вывести его на чистую воду и задать несколько серьёзных вопросов. Это Кирилл Усманов! Также сегодня, как и всегда, для вас играет группа Ride Into The Paradise! Ну а ведущим сегодня буду я, Михаил Бондарев! Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Фокусе». С вами я, Михаил Бондарев, и сегодня нас ждёт необычный выпуск. А почему? Сейчас мы это и узнаем. Мы начинаем! Сегодня у нас в гостях автор, ведущий, режиссёр программы «Фокусе» Кирилл Усманов. Кирилл, привет! Привет, Маша! На протяжении 16 выпусков мы видели тебя в роли ведущего. И лично я, когда монтировал эту передачу, всегда как-то думал о том, чтобы взять у тебя интервью, потому что роль ведущего, она, безусловно, сложна, но она не раскрывала тебя как человека, потому что ты больше задавал вопросы своим гостям. Но сегодня у меня появилась возможность задать эти вопросы тебе. Ну что, приступим? Давай, Миша, попробуем. Кирилл, я тебя знаю как разностороннего человека, и первый вопрос, который я хочу тебе задать, чем ты увлекался в детстве? Потому что ты многое делаешь вообще. Сейчас, если посмотреть на тебя, ты и монтируешь, ты и ведёшь, и иногда даже поёшь. Откуда всё это взяло? С чем ты таким увлекался в детстве? Какие хобби у тебя были? Ну, детство — это творчество, это всегда поиск себя, это всегда какие-то направления, связанные именно с изобразительным искусством, с декоративно-прикладным, с актёрским направлением тоже я был связан. Это и две театральные студии, и кукольный театр, и театральная студия, и каникулы, и сцены, которые всем известны, это кинотеатр «Искры», «Гвалет спорта». Периодически мы там выступали спектаклями. Если говорить о раннем детстве, это, конечно же, рисунки, это, конечно же, какие-то подделки. Ну и в дальнейшем как-то интерес к журналистике проснулся. Мы ещё в школьный период, наверное, в классе девятом или восьмом, начали снимать программу, начали монтировать, начали познавать о журналистике. И как-то уже в этом возрасте я определился в своей будущей профессии. Я понял, что мне это нравится. Я понял, что это совмещает и актёрство, это совмещает и творчество. Здесь можно иногда и дурака повалять, иногда можно и посмеяться, иногда и можно быть серьёзным. Можно помонтировать, можно и снять что-то новое, интересное. И как бы затянуло, поступил и понял, что я не ошибся. Вот расскажи, ты сказал, что в школе вы снимали, монтировали. А что это было? Это была какая-то передача или это были развлекательные ролики? Ну, всё началось с того, что я в школе был на протяжении многих лет президентом школы. И, в принципе, тебе это знакомо, что любые мероприятия, любые дискотеки и тебя всегда задействовали, и меня всегда задействовали, и как ведущего, и как звукорежиссёра, диджея. И мы всегда были на виду с моей соведущей, с Женей Васильевой. И всегда, как бы, любое мероприятие это Кирилл и Женя. Кирилл и Женя, Кирилл и Женя, Ведновчанка Рыцарь года, Кирилл и Женя. Это так было всегда. И потом, когда мы уже начали посвящать себя больше журналистике, мы начали снимать школьные новости. В принципе, это всё очень было банально и очень всё по-детски. Но ещё тогда зарождалось всё то, чем ты снимаешься сейчас. Да, но сейчас, когда это всё пересматриваешь, думаешь, боже мой. А так всегда. Тогда это казалось, вау, как круто. Мы там что-то смонтировали, что-то сняли. Ужас по звуку, ужас по свету. Но, как всегда, ничего нет. И работаешь с тем, что имеешь. И тогда мы начали снимать школьные новости. Тогда мы начали, были в числе первооткрывателей молодёжного телевидения на телеканале «Видное ТВ». Это телепрограмма «Наше время». В принципе, с этого всё началось. И, в принципе, вот потихонечку, потихонечку, потихонечку дошли. Но я думаю, что журналистика, в принципе, у любого человека как-то начинается с созданием роликов. И ещё зарождается в школе. Многие начинают писать, многие снимают. Здесь как бы всё по-разному. У меня именно с видео началось. В журналистике всё-таки не только видео, но и публицистика. Я хочу узнать у тебя всё-таки про декоративно-прикладное искусство. Ты упомянул, что делал какие-то поделки. Что это было? Ну, там была совокупность. То есть, это не совсем декоративно-прикладное искусство. Там симбиоз разных направлений был. Если говорить про раннее детство, там всё банально. Пластилин, как у всех детей. Рисунки. Подделки. Мишка, где мишка не похож на мишку. И родители, естественно, радуются, что ребёнок сделал мишку, который не похож на мишку. В таком взрослом возрасте, наверное, лет 14-15, да, мы делали подделки. Вот Сергея Сергеевича Фомича, который вот был в программе у нас. Мы были... Мы были... Не мы были. Мы делали много подделок. Это и всесторонние витражи. Это и шары из папье-маше. Кстати, один был подарен Дмитрию Анатольевичу Медведеву в 2010 году. Когда он приезжал с своим визитом в наш Ленинский городской округ. Множество было работ, но никогда не было цели там что-то победить, что-то получить. Но я знаю, что ты побеждал, и не только побеждал, там, дипломант первой степени. У нас всегда были гран-при. У нас всегда были гран-при. Потому что, дорогие друзья, я видел подделки Кирилла, там, где написано Усманов Кирилл, 13 лет, а то и меньше. И это были вау, какие работы. И сколько по времени занимало изготовление таких работ? Ну, бывало, что и полгода, бывало и год, бывало и месяц. То есть, все зависело от времени и от сложности самой работы. Но всегда это как-то увлекало. И даже если это было полгода, то это время пролетало незаметно. И всегда казалось, что времени не хватает, хочется еще больше, хочется лучше. Но были определенные сроки сдачи работы. И надо было к этому времени подготовить материалы, выдать. Да, как повторюсь, говорил ранее, цель никогда не была побеждать. Цель была просто сделать как можно интереснее, лучше. В общем, выложиться по максимуму. А там уже будет, что будет. И всегда получалось так, что был в числе призеров. Это, конечно, очень радует. И будет, что показать моим детям. И дипломы, и работы тоже сохранились. И большое спасибо, конечно, Сергею Сергеевичу за то, что терпел все мои творческие порывы. Подсказывал, помогал. И бывало так, что ночами напролет мы просто делали, создавали что-то. Это, конечно, было интересно. Это был такой кусочек детства, который бесценен. Который очень сильно на меня повлиял с творческой стороны. И для меня было такой загадкой, как из чего-то необычного можно сделать что-то необычное. Допустим, как кусочек поролона может быть куском камня. Визуально смотришь, да, это камень. Трогаешься, это мягкий поролон. Мне кажется, творчество это просто какое-то волшебство. Да, с которым меня и познакомил Сергей Сергеевич. Сейчас ты преподаешь журналистику. Расскажи, а сложно ли было начинать? Потому что, насколько я знаю, ты ее начал преподавать сразу же после того, как окончил школу. И поступил на журфак. Нет, я не начал преподавать сразу, как закончил школу. Я начал преподавать на втором курсе. Нина Владимировна, директор центра тогда, будучи еще, когда я учился на первом курсе, звала меня уже преподавать. Но я не решался, во-первых, потому что первый курс сам по себе сложный. Я параллельно учился на двух факультетах. Это и очная форма, и заочная. Очная форма у меня была журналистика, заочная форма звукорежиссура. Второе образование параллельно я получала. На тот момент еще разрешалось параллельно получать два образования. Сейчас это запрещено. И поднабравшись знаний, наладив контакты в институте, зарекомендовав себя на первых сессиях, мне уже было проще, легче начинать какую-то трудовую свою деятельность. И я со второго курса, с 1 сентября, по-моему, 2013 или 2014 года, начал преподавать журналистику. То есть, как бы передавал те знания, которые я получал, я их преподавал, передавал своим ученикам. А что самое интересное, с чего вообще началась моя педагогическая деятельность, с конкурса «Педагог-наставник». Я в жизни никогда не давал ни единого урока. И первый мой в жизни урок, это был конкурс с комиссией. Да, это был муниципальный этап, педагог-наставник. Сергей Сергеевич Фомичев был моим педагогом-наставником. Мы готовили документы, мы готовили тематические планы, программу, с чем, в принципе, вышли на конкурс в финал. Одно из условий было дать очный урок. То есть, это не какая-то дистанционная форма. Да, не какое-то видео, которое ты уже отправляешь, готовое. Это очно, когда приходит комиссия, садится на тебя, смотрит. Дети, которых я вижу впервые. Комиссия, которую я тоже вижу впервые. Это был, конечно, очень такой, был очень напряженный момент. Волнительный, хотя я старался не подавать лицом, что я как-то там боюсь чего-то, волнуюсь. Но это был реально мой первый урок в жизни. И мы победили. Я не знаю как, но мы победили. Мы прошли финал, мы победили. Нас награждали на дне учителя, вручали нам сертификат. И вот, в принципе, с этого и, скажем так, и началась моя педагогическая деятельность. То есть, это было 2013-2014 год. Да, даже не с 2013, а с 2014 года, получается. Ну, юберий уже, получается. Да, в сентябре будет 10 лет. Да, за это время было очень много выпускников. Ребят, которые поступили именно по направлению журналистика, режиссура, операторское мастерство. Кто-то поступил в педагогические институты. Ну, вот кто-то ушел не в творчество. Но все равно те навыки, которые они получали на занятиях, я считаю, что все навыки, которые я даю на занятиях, они в жизни пригодятся. В любом случае, это социализация. В любом случае, это умение общаться, правильно говорить, интонировать, работать с голосом, работать с публикой. Это никому в жизни не помешает. Потому что очень часто бывает, встречаешь взрослых людей, которые банально не могут донести свою мысль. 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 Они не работают с аудиторией, они не вещают на этой аудитории. Они просто не могут донести мысль. Потому что они волнуются, потому что они переживают. Вот есть какой-то барьер перед публикой даже. Да, но это особенности, наверное, психики человека. В принципе, эти барьеры тоже можно перебороть. То есть, все у нас в голове. И если мы как-то будем стремиться что-то убрать, если мы считаем, что это нам мешает в жизни, мы обязательно этого достигнем. И было, да, очень много детей, которые просто банально боялись камеры, тряслись прям вплоть до того, чтобы зайти в кадр, что-то сказать. Ну, потом мы это все дело как-то перебарывали. Потому что, ну, чего ее бояться? Если что-то не так, всегда можно остановить, перезаписать. Конечно же, ситуация... Франсировать также. Да, конечно же, ситуация прямого эфира. Здесь, извините, что сказал, то и улетело. Когда ты что-то записываешь, снимаешь, то здесь, конечно, все можно переснять. Когда дети это начинают понимать, уже немножечко так вот проще начинают ко всему к этому относиться. Но в журналистике я всегда ставил планку немножечко не дополнительного образования, а высшего образования. Потому что даже когда ученики поступали по профилю журналистика или же филологический факультет, мне всегда говорили, Кирилл Радикович, нам преподает ровно то, что вы нам уже это говорили, объясняли. И что мы с вами проходили. И это хорошо, когда детям легко сдавать первую сессию. Когда дети уже понимают, о чем идет речь. Когда детям не надо готовиться, они уже знают, что такое закон РФ о СМИ. Они уже знают, как читать новости, они знают, как правильно интонировать, как держаться в кадре, как ставить свет. Ну, то есть, какие-то банальные вещи, для нас банальные, они ребятам помогали. Выпускников много, ребят, которые поступили, тоже очень много. Некоторые сейчас здесь. Ты сам, пожалуйста. Яркий пример. Обучаешься сейчас на третьем, да? На третьем. На третьем курсе. Пиар и связь с общественностью у тебя направление. Поэтому тоже схожие направления. Почти 10 лет ты преподаешь журналистику. И наверняка были какие-то значимые съемки, проекты за это время. Ну, конечно, за 10 лет мы много чего достигли. Мы за 10 лет стали лучшими в области, в Московской области. Мы стали лучшим коллективом России. Мы получили сейчас вот в январе звание образцового коллектива. Это такие престижные награды, достижения. Проекты. Было много проектов. Вплоть до тех, которые сейчас мы в фокусе, в котором мы участвуем. Любой проект, он зарождается постепенно. Первые какие-то детские пробы, это банально новостные сюжеты, которые они сами снимают, монтируют, переозвучивают. Ну, также мы рубрики видели. Рубрики. Маруси Муркиной. Маруси Муркиной в фокусе тоже они были. Проект Грани, проект про профессию, где дети сами интервьюируют, гостя. Проект Грани, он был направлен на... Ну, что он был? Он и есть. Он направлен на личность. То есть мы приглашаем разных людей, раскрываемых людей, которые интересны именно детям. И у меня никогда не было такого, что я что-то навязываю. То есть если детям интересно, они это будут делать. Если им неинтересно, то ты это будешь делать сам. Я помню какие-то моменты, когда мы снимали эту программу, дети окружали гостя, ну, и задавали ему кучу вопросов. И у нас беседа эта после съемок продолжалась больше часа, наверное, за столом, с чаем. И это было видно, что детям интересно, и вот столько разных вопросов. И эта беседа после была в разы интереснее, чем само интервью. Потому что у нас был и пилот гражданской авиации, у нас и отец Николай Шапарев тоже был в программах детям, рассказывал те моменты, которые их волнуют и интересуют. И экс-глава бюро Первого канала в Вашингтоне. Это была вообще история, как мы выходили. Да, это мой педагог, это потрясающий человек, который рассказал о том, как вообще работалось во время теракта 9.11, о том, как вообще быть за границей, о том, как сложно передавать данные, о том, с чем может столкнуться любой журналист, находящийся за рубежом. И это была по-настоящему интересная беседа, но у нас было две беседы. В первой беседе мы раскрыли профессию журналиста-международника, а вторая беседа, мы одним днем сняли две программы. И про профессию, где рассказали про профессию журналиста-международника. И второй выпуск мы сняли программу «Грани», где мы рассказали именно о личности Владимира Сухого. И потом ребята монтировали, отсматривали материалы. Подготовка к интервью это же не просто, да, давайте кого-то позовем, все, сели, снимаем. Нет, это и хронику они изучали, и читали книги, и готовили список вопросов. И что самое интересное, мы ни разу не согласовывали с гостем список вопросов. Ну, обозначаем как бы темы, которые мы можем затронуть. Потому что я считаю, что согласование вопросов, этот момент, он убивает честность. Именно вот в интервью, когда ты уже идешь, и ты знаешь, о чем ты будешь говорить, и примерно, что тебе отвечать. Ну, честность пропадает. А тут многие вопросы могут быть неожиданными, и могут показать реакцию гостя на... Может быть, какой-то вопрос будет неудобный. Ну вот, кстати, сейчас Кирилл не знает ни одного вопроса, который я ему буду задавать. Потому что вот именно в подготовке к этому выпуску он не принимал участие, хотя является бессменным режиссером и автором передачи. Да, я отказался читать какие-то вопросы, и сказал Миша, Миша, готовь вопросы, я ничего знать не хочу. Хотя я изначально подходил, давай я тебе вопросы покажу. Нет. Нет, но мне кажется, что правильно, что мы так сделали. Сейчас вот у нас идет такая беседа. И все-таки хочу сказать, что ты сейчас являешься лучшим педагогом дополнительного образования Московской области, и получил это звание в 2022, по-моему, году. Как ты к этому пришел? Как ты к этому пришел? Расскажи. И сложно ли было? Как я к этому пришел? Это конкурс «Сердце дует детям». Всероссийский конкурс, педагогический конкурс. Понятное дело, если ты первый год работаешь, то ты ничего не можешь презентовать на этом конкурсе, какую-то результативность показать, деятельность своего коллектива. Но Нина Владимировна, директор центра, меня давно просила, звала участвовать в этом конкурсе. Но мне как-то вот не хотелось. Вот не было такого, да, вот я хочу, все, я иду. А поучаствовать просто для галочки, чтобы вот быть участником, там, ну, поставить галочку, что мы в этом поучаствуем, ну, это скучно. И что, если уже идти, то по максималочке выложится, и там уже будет, что будет. Прошли, не прошли. И вот в 22-м году, это все началось с 21-го года, сентября. То есть, это сам по себе конкурс долгий. Несколько этапов, муниципальный в начале этап надо было пройти в муниципалитете, победить, чтобы тебя муниципалитет направил на регион, на область. И в регионе было, я не помню, сколько испытаний, но испытаний было много. Да, я помню, вот как раз. Испытаний было много, и 21-й год, это ковидный, да, по-моему, как раз. 20-й. 20-й. Ну, в 21-м году тоже были сложности с этим связаны. То закрывали, то не закрывали, то высаживали, не высаживали на дистант. И там очень много этапов. Первый, это сама презентация, потом онлайн-трансляция, ответы на вопросы, педагогические технологии и так далее. То есть это все поэтапно, и один из предфинальных этапов, это было как раз-таки занятие. Занятие с детьми, которых ты как бы не знаешь. У тебя есть 40-45 минут, ну, стандартный урок в школе, это 45 минут. И твоя задача за 45 минут рассказать, что такое журналистика, заинтересовать, и чтобы после этих 45 минут дети, которые в жизни не слышали, что это такое... Я хочу заниматься журналистикой. Да, я хочу заниматься журналистикой. И получилось так, что нужно было это предоставить в онлайне. То есть, но дети должны были быть не свои. То есть, ну, это видно, когда у тебя сидят свои дети и по реакции, и по тому, как они отвечают на вопросы. Одни из конкурсантов было такое, что видно, что вопрос-ответ он уже подготовлен. И опять-таки, никто не знает вопросов, и никто не знает никого. Мне понагнали неизвестных мне детей, я их тоже не знал. Всех рассадили, начали снимать. Съемки были долгие. Долгие связаны именно не с тем, что у меня что-то не получалось, а именно в техническом плане. Потому что, ну, снимаем на то, что есть, то, что кто-то принес. Это было два года назад. Два года назад, да. Это сложности с записью звука, потому что у тебя сидит 10 детей, да, тогда по условиям было, 10 детей сидит в кабинете, ты их должен записать. Это должно быть презентабельно, это должно быть чисто, это должно быть смотрибельно. И вот, конечно, с такими загонами, с которыми я ко всему подхожу, я считаю, что это правильно. Нет, ну, действительно, правильно. То, что если ты преподаешь журналистику, то как у тебя может быть плохая картинка и плохой звук в камере? Тогда что я преподаю? Да. Вопрос. И здесь выбирают, ну, все это закончилось, и выбирают, кто у кого, какое там первое, второе, третье место. Все. Здесь я получил свои номинации первое место. И это еще было не все. Дальше? Дальше был июнь месяц. Июнь месяц, когда уже вроде бы всех детей отпустили на каникулы, можно выдохнуть, но мне не удалось выдохнуть, потому что, по-моему, числа 15 или 16 у нас был круглый стол в Министерстве образования в Московской области с министром образования Московской области и заместителем министра. Тут дается тема, и вы вещаете на эту тему. А вы это все те, кто занял первое место в каждой из номинаций. Здесь уже этап выбора абсолютного победителя. Среди всех номинаций. Среди всех номинаций. Да, и получилось так, что им оказался я. И с 22 года, да, у меня есть такое звание лучший педагог Московской области. Ну, учитывая все твои старания, когда я, я помню, как мы снимали все это, как ты готовился, я абсолютно заслуженно. Да, за камерой стояли мои ученики, дети. И звук тоже записывали мои ученики, дети. Так что... Это было сложно. Научил на свой голову. Помимо того, что ты преподаешь журналистику в Центре детского творчества «Импульс», ты являешься еще заместителем директора этого центра, преподаешь журналистику как раз-таки в Институте русского языка и литературы имени Александра Сергеевича Пушкина. Вообще у тебя много, насколько я знаю, мест работы и даже на федеральных телеканалах. Так ли это? Да, так это вообще моя деятельность именно после Института, именно журналистская деятельность началась на телеканале «Россия-1». Прямо сразу? Да. Прямо сразу еще в процессе обучения на курсе втором или третьем, я не помню. Это было как практика или это уже было... Изначально это было как практика, а потом появилось место в программе «Вести дежурная часть». Я долго не думаю, да, хочу, а почему бы нет. Интересно. Ну, там меня хватило на полгода, ровно на полгода. Почему сложно? Потому что сама программа «Вести дежурная часть», если кто-то смотрит, она по себе очень такая вот негативная. Там очень много преступлений, очень много каких-то вот грязных вещей. И редакторы там, как правило, были такие вот жестче, жестче, жестче. Я человек позитивный. Я в самом плохом жестком найду самое позитивное. Буду стараться, по крайней мере, это делать. Там я на этом не выезжал. Я понял, что через полгода я начал как-то вот... Ну, не то что вот гнить, но начал как-то вот эмоционально разрушаться. И я понял, что пора уходить. Потом были «Вести Москва». Почему именно «Россия-1»? Потому что мастер-курсы у меня, Эрнест Гидрич Мацкевичес. В принципе, он туда и сосватал меня, скажем так. И вот с чего началась моя именно история, связанная с «Россия-1». Это, во-первых, «Практика». Потом Эрнест Мацкевичес, который показал нам, как вообще работает телеканал «Россия». Мы сняли проект, который раскрывает закадровую жизнь телеканала «Россия-1» и именно программы «Вести». На тот момент, будучи еще студентом, мне казалось, что, ну, мне кажется, как и всем любым телезрителям, что студия, она, да, она большая. И все, что видит, там, не знаю, тот же самый новостной ведущий, сидя в студии, он видит камеру и там еще километр. Павильона большущий. Как оказалось, нет. Небольшая, маленькая студия. Так все аккуратно. Визуальный обман. Визуальный, да, такой обман. И мы сняли с ним пилотный выпуск программы. Потом его очень много где защищали. Он и на Москву 24 прошел. И мы сняли этот проект. И вот Эрнест Гедрович был героем нашей программы. И у нас был такой момент, как бы, экскурсии. Мы показывали, он рассказывал про профессии. Потом мы задавали вопросы его со ведущим. Снимали интервью с гримерами, с костюмерами. Мы снимали в процесс перехода от одной программы в другую. Потому что, в чем сложность программы Вести? В том, что два стола. Вести Москва и Вести основные федеральные, которые идут. И пока идет программа Вести, здесь уже рядом готовятся ведущие на федеральный выпуск. И все это в прямом эфире. И там переключение камер 30-40 секунд. И за эти 30-40 секунд операторы и помощники должны перекинуть рельсы, перекинуть камеры, планы. И все уже идет, летит заставка. Уже пошел шпигель. И ты уже должен в это все включиться. А тот ведущий должен убежать. То есть, это немножечко такой интересный мир телевидения, интересный мир кино. И те, я считаю, люди, которые с этим хоть как-то связаны, это счастливые люди. Расскажи, какие планы на будущее? Вот даже в творчестве. Ну, я не могу сказать, что есть какие-то планы. Я человек такой спонтанный. И планы совершенствоваться. Планы открывать какие-то новые горизонты, открывать новые направления. Открывать новые проекты. Как-то развиваться и не стоять на месте. Вот, наверное, планы. Ну, и, разумеется, путешествовать. Как без этого? Это мой самый главный заряд. Кирилл, спасибо огромное за интервью. Я, на самом деле, готовился к этой программе, прорабатывал вопросы. Довольно много о тебе знал, потому что мы давно с тобой знакомы. Но сегодня многие вещи я узнал и услышал о тебе впервые. И я тебе хочу пожелать, чтобы у тебя на все хватало сил, чтобы было много свободного времени и побольше каких-то совместных творческих проектов. Спасибо. Миша, спасибо тебе большое. Непривычно было сегодня не задавать вопросы, а отвечать на них. И уж тем более быть гостем в программе, которую я живу. Я тебе желаю тоже большое количество новых проектов, песен, идей, свершений. И чтобы ты никогда не останавливался на достигнутом. Спасибо. 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 Невозможно не увидеть, не понять, мы не судим. Своим телом закрывая амбразуры снарядов. Слишком высоко цена победы, значит мы будем побеждать и создавать тем самым наши лады. И теперь вопрос к кому и как и где будет можно. И наступит ли переосмысленнее басен. Кто-то вымолвит и скажет, это вряд ли возможно. Предлагаю с ним поспорить. Борис с этим я не согласен. Не уверен, когда мы будем учить. Не уверен, кто именно нас будет вести. Но уверен, что точно найдем до вершин. И изменим все, что можем, все, что можем свершить. Будем рады передать сие отражения и взгляды. Этот путь действительно так будет всем интересен. Предлагаю уничтожить всех законченных кадров. Для хороших и плохих этот мир уже тесен. Это, видимо, позиция уже неизменна. Мы для этого и верим, чтобы мир сделать лучше. Отвернемся от соблазнов и монеты разменной. Будем верить вопреки, и путь оселится в лучший. Не уверен, когда мы будем идти. Не уверен, кто именно нас будет вести. Но уверен, что точно найдем до вершин. И изменим все, что можем, все, что можем свершить. Невозможно не увидеть, не понять. Мы не судим своим телом, закрывая амбразуры снаряда. Слишком высока цена победы. Значит, мы будем побеждать и создавать. Слишком высока цена победы. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш 17 выпуск программы «В фокусе». Это был последний выпуск на телеканале «Видное ТВ». Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто постоянно был вместе с нами, следил за гостями, за нашими выпусками. И, конечно же, большое спасибо всей нашей команде. Но мы с вами ни в коем случае не прощаемся. Мы просто переходим на другую платформу. Друзья, в сети 17 выпусков с вами был я, Кирилл Усманов, и программа «В фокусе». До свидания. Будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok